Добрый вечер, друзья! Это Абхазский портал, и мы ценим вашу готовность выслушать наше мнение. В центре внимания этой недели заявление о сложении полномочий депутата, реинкарнация поправок в Уголовный кодекс о клевете, голодовка Джансуха Адлиба, требующего отставки президента и так далее. Но мы остановимся на проекте по реконструкции Сухумского аэропорта, который был передан российской частной компании. Главная черта этого соглашения – наличие множества, порой невыполнимых, обязательств, которые берет на себя Абхазия. Жесткие условия, в результате которых аэропорт может быть передан опять же третьим лицам. Вице-премьер Джансух Нанба на этой неделе встретился с жителями района, прилегающего к аэропорту, чтобы обсудить вопросы, связанные с его расширением. Напомню представителям нового поколения граждан страны, что Сухумский аэропорт имеет аэродром класса А, технические параметры которого позволяют сажать практически любые самолеты. Он работал до 1992 года. Ежедневно обслуживал до 5000 пассажиров. Думаю, что нет никакого смысла говорить о том, что пассажиропоток в советские времена значительно превосходил нынешний. Но новому инвестору, как выяснилось, потребовалось отселить жителей района, прилегающего к аэропорту. Потому как, по словам Джансуха Нанба, это будет аэропорт международного класса. И надо сказать, что это обязательство абхазская сторона взяла на себя. Но у меня дежавю. Ощущение, что я смотрю новую экранизацию 12 стульев, в которой надо поменять ни у Васики на Абхазию. И все сойдется. Счастливые массы, которым обещают обогатиться, не вложив ни труда, ни денег, приветствуют право на свободу вылетов из Абхазии. Бесплатный сыр. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки несомненно, таковая не сможет перевезти всех желающих. А желающих будет много. Отсюда возникает следующая проблема, важная проблема, аэропорт. Большие Васюки. Аэропорт. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Москвичи, стесненные жилищным кризисом, бросятся в Ваш великолепный город. Не пусть спокойно, этого не надо бояться. Столица автоматически переходит в Асюки. Не у Москвы, а то есть бывший Васюки становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира. А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способ межпланетного сообщения. Должна сказать, что все это мы проходили уже не раз. Первая попытка столь серьезной аферы была предпринята в 2010 году. Железнодорожный кредит. Сказки про щебеночный бизнес, который спасет нашу экономику и не будет нам стоить ни единой копейки. А потом стало известно про дочерние фирмы, липовые документы, долг, пролонгацию выплат. По замыслу в конце этой истории должно быть изъятие железной дороги. Да моклов меч все еще висит. Кредит не погашен. Просто об этом устали говорить. Так вот, история с аэропортом такая же афера. Потому как выгоды для страны соглашение, подписанное правительством и ратифицированное парламентом, не сулит. Прежде чем перейти к обязательствам обхазской стороны, обращу внимание на то, что соглашение подписывала министр экономики Кристина Асгам. Но реализовывать его будет уже министр энергетики и транспорта Джасук Нанба, который не несет никакой ответственности за само соглашение. А теперь бегло пройдемся по обязательствам обхазской стороны. Право пользования земельными участками и объектами на полвека. Право собственности на новые строения. Принятие новых правовых актов. Внесение поправок в законы. Изъятие объектов недвижимости, земельных участков у третьих лиц. Для передачи российскому юридическому лицу. Преимущественное право на предоставление мощности и подключение к инженерным сетям и коммуникациям. Без взымания платы. Первая особая категория – электроснабжение по льготному тарифу. Также Абхазия взяла на себя обязательства, опять же, за счет собственного бюджета, обеспечить автотранспортную доступность, провести модернизацию подъездной автодороги, освободить российское юрлицо от уплаты таможенных пошлин и сборов налога на имущество и прибыль на 25 лет и так далее. И вот любимая тема – третьи лица. Объекты можно заложить в банки, передать права собственности на них и право пользования земельными участками третьим лицам. В случае банкротства российского юридического лица все права переходят к кредитору. В случае неисполнения российским юридическим лицом взятых на себя обязательств, оно возмещает абхазской стороне сумму предоставления льгот. А что будет, если абхазская сторона не выполнит свои обязательства? Она будет нести материальную ответственность, несопоставимую с бюджетом страны, лишиться единственного аэропорта в стране. История знает массу случаев, когда маленькие страны попадали в зависимость от крупного иностранного капитала, меняя свои национальные богатства на стеклянные бусы становились заложниками чужих коммерческих интересов и теряли независимость. Все описано, все рассказано, но почему-то нам казалось, что с нами точно такого произойти не может, потому что мы какие-то особенные, как-то особенно любим свою страну, потому что мы положили на алтарь ее свободы тысячу своих соотечественников, потому что это земля, дарованная нам Богом. Итог этой истории известен. После того, как все перспективные проекты будут реализованы, наш Остап Бендер отбудет из Нювасюков домой в Москву и продолжит свое безбедное существование. А мы останемся в стране, в которой ничего не принадлежит народу, без всяких перспектив на развитие. Будем радоваться найму на работу и, перебирая старые стеклянные бусы, тосковать по утерянным возможностям. Никто ничего не изобрел. Меняются только страны и коррумпированные политики. И еще уверена, что без личного шкурного интереса такие ущербные соглашения не подписываются. Это Абхазский портал, на котором мы излагаем свое мнение и готовы предоставить вам возможность высказать свое. Мыслящие люди просто обязаны время от времени это делать. Присоединяйтесь.